Смотрите, он опять вот очень редко, вот он подлетел, пачку взорвал, да вот, видите, смотрите, и поехал, полетел дальше. Привет, ребята, с вами Никита, играем в Karitskar третью часть, и быть может, мы скоро с вами, ребята, будем играть в Karitskar 4, не знаю. Все в комментариях пишут, что будет Karitskar 4, но пока разработчики никакого официального заявления нигде не делали, так что не знаю, ребята, это будет именно продолжение Karitskar 3, или все-таки новая часть выйдет. Ну что, скоро, я думаю, мы об этом узнаем, а пока давайте вернемся к нашей Karitskar 3, и как вы помните, Валентинова Лихорадка, это последнее из обновлений, где мы с вами смогли открыть новую тачку битвы, если кто-то ее не открыл в том году, и новый дрон купит дрон, ребята, вот такой вот помощник. Так, ну что, давайте в этом видосике, ребята, просто посмотрим на наших дронов, какие у нас есть дроны в гараже, и сделаем небольшое их сравнение, то есть попробуем поиграть с каждым дроником, и посмотрим, будет ли это как-то влиять на прохождение уровней и боссов. Так, ну что, у нас, ребята, первый дроник, это Бомбастик, он нам дается на пятый день, все его без проблем могут открыть, вот такой вот у нас помощник. Так, далее, вчера не это, ребята, платненький дроник, я думаю, его особо никто не открывает, потом мы с вами инкубировали светлячок, второй дроник появился, и уже третий дроник, ребята, у нас появился, купидрон. Ну что, давайте так, давайте возьмем Бомбастика, машинка у нас, пускай будет Гатор, и сейчас с вами попробуем, возьмем, давайте, какой-нибудь уровень, ну давайте, давайте, не знаю, давайте, пускай это будет, может быть, 13, давайте, 14, пускай будет уровень, за основу его возьмем, ребята, и будем пытаться проходить этот уровень, и смотреть, как дроники вообще нам будут, будут вообще помогать или не будут, но я думаю, особо, конечно, это на прохождение миссии никак не скажется, потому что все-таки основной урон у нас наносят наши тачки. Ну что, ну посмотрим, ребята, так, дроник около нас кружит, мы, конечно же, с вами попробуем максимально ничего не сбрасывать, никакой бомбочек, пока все за нас делает дроник, и посмотрим, удастся ли нам вообще пройти эту миссию. Только на дроны, ребята, надеемся, я просто газую, и все, никакие бомбы не кидаю. Давай, дроник, ты че? Смотрите, ребята, дроник-то ничего не делает пока. Ну давай. Так, перепрыгнем. Так, о, гражданские, ребята, гражданских, мы очень гражданских. Огнесвал этот, смотрите, этот огнесвал. Так, дроник, ну как ты пожелаешь? Бомберы. Вызвали бомберов немного. Ну что-то бомбастик какой-то вяленький. Он вообще стреляет, ребята, ты заметил хоть? А, вот, вы видите, все, ребята, я понял. Короче, бомбастик кидает бомбочки. И сбрасывает самые такие первые бомбочки, которые у нас базовые идут на наших тачках. Такие вот бомбочки он скидывает. Ну, как вам видите, смотрите, он это делает очень редко. Вот сейчас одну бомбочку скинул. То есть вы поняли, да, что я скидываю тоже бомбочку, потому что у меня сейчас замочит. Ну, ребята, как вы поняли, особо помощи от него никакой. Ну, то есть одну бомбочку, да, он скидет. Фу, выбрались, выбрались из клетки. Редко-редко он скидывает по одной бомбочке. То есть, конечно же, ребята, чем больше дронов, тем больше бомбочек прилетает. Так, э, почти, ребята, почти. Фу, доехали. Нормально доехали, если честно, я не ожидал, что мы доедем с вами. Кое-как добрались. И смотрите, собрали мы. Даже три жетончика сделали и 1200 рубильчиков собрали. Ну что, давайте-то сейчас возьмем следующего дроника. Так, этого бомбастика снимаем. Дальше берем светлячка нашего второго дрона, которого мы проинкубировали. И опять включаем 14 уровень. Посмотрим, что делает светлячок. То есть, бомбастик скидывает самые первые бомбочки. Сейчас посмотрим вообще на светлячка в действии. Так, светлячок. Такая, какая-то муха, или что-то, пчелка, жучок какой-то. Непонятно, да, какой-то. Жучара, я бы сказал, ребята. Так, идем светлячка. Так, смотрим. Или может быть светлячок сам атакует? Так. Ну давайте понаблюдаем, понаблюдаем. Кто он про... О, смотрите, ребята, колесо отвалилось у ФБР-ца. Так, убираем здесь все. Пока тачки особо нету никаких. Ну... Ага, вы видите, ребята, он просто подлетает к машинкам, да, и выпускает какое-то, не знаю, что-то... Какой-то огонь выпускает, да, или кислоту, или жало, или яд. Кто-то какой-то, короче, ребята, огонь у него. Из его хвоста, вот видите, смотрите, из его хвоста огонь уходит. Ну, в принципе, я считаю, что вот дроник круче, чем бомбасик, да. Он подлетел, тачку взорвал, да, вот, видите, смотрите, и поехал, полетел дальше. Так что мне этот дроник нравится. Так, гражданского коптера, опять коптера вывалит. Ну что, ладно. Падем. Э, машинка, дай проехать. Ё-моё, ё-моё, ребята, она сейчас зачает. Фу-у-у. Миллиметр. Оставались миллиметры. Ну классно, нет, светлячок нормальный, в принципе, нормальный. Так, мы, кстати, смотрите, без проблем доехали, ещё половина жизни у нас есть. Так, а что у нас? Под жетончиком 3 всё-таки взяли, да, нормально. И смотрите, 1477 рубинчика, там было 1200, да. Тут 1477. Но светлячок Светлячок нормальный дроник Что тут скажешь Так и сейчас снимаем Светлячка Так снимаем Бомбастика снимаем светлячка И берем только купи дрона Так и опять переходим на наш 14 уровень Посмотрим Что а ну в принципе Мы про купи дрона с вами знаем Это наш последний дроник Он стреляет стрелами Так как мы его открывали Валентина в лихорадке То отлично что у него вылетают стрелы Мы сейчас посмотрим Как он будет тачки сбивать Так пока он ничего не выпустил О гражданский Гражданский Давай стрелу Опять колесо Смотрите ребята У ФБР опять колесо отвалилось Опять глюки Не знаю ребята Лично я смотрю Что баги Никакие не поисправляли Хотя вышло большое обновление В принципе он глюки Валентина в лихорадке Как никак Может быть уже разработчики Не будут ничего исправлять Они уже делают реально Четвертую часть Карлит Скарп Поэтому Кто знает Кто знает Кто нас ждет В ближайшие годы Может быть Кто-то будет новенький Если честно Было бы интересно Уже как-то Карлит Скарп 3 Ну уже все Прошли я думаю Все уровни Открыли все тачки И просто Каждые 3 месяца Ждешь какое-то обновление Чтобы открыть новую тачку Думаю Уже не так интересно Если бы реально Ребята Вышла целая Новая часть Так-так-так Идем Гражданских мочим Купидрон Та хоть одну стрелку Стрелу выпустил Да ё-моё У нас Купидрон Наверное Ребята Сейчас подставил Жестоко Да Не Купидрон Какой-то слайм Ребята Да Пришлось И за Купидрона Восстанавливаться Никакие стрелы Он не выпускает Но он По крайней мере Это делает Очень редко Ну давай Сейчас нет Я пока ребята Вообще ничего не берёшь Чтобы он стрелял чем-то Так ладно Всё мы доехали Ну три же плана взяли Ну Короче Где-то Купидрончик Я думаю Как бомбастик Как первый дроник Что у нас по очкам Хотя смотрите ребята По рубинчикам Мы взяли больше всех С Купидрона Но Как по прохождению уровня То мне понравился Всё-таки Светлячок Ну что Давайте Сейчас ребята Продолжим И будем Что-то я вышел В гараж И будем То же самое Делать с босиками Давайте возьмём Какого-нибудь босса Давайте Пускай это будет босс молния Раз мы уже играем На китайской стене И сейчас проверим И сейчас проверим Тех же самых дронов С нашим боссом Молнией Уже тоже без спинок Всё это делаем Ребята Ну посмотрим Купидрон хоть какую-нибудь Стрелку выпустит Или нет Какими-нибудь стрелами Закинет В молнию Так Так Молния Уже появилась Ребята Ну сколько Пидрон стреляет У меня ребята По-моему Он ничего не стреляет Ладно Сейчас Сбрасываю бомбочки Фу И меня сбили И молнию сбили О Наконец-то Одна стрела вылетела Да Так получилось Ребята Смотрите Мы и прошли уровень И при этом Нас сбили Короче Такой небольшой Баг Тоже сделали Ну что Давай Сейчас Возьмём Так Купидрону снимаем Берём светлячка Бомбастика снимаем Почему-то бомбастик всё время активируется Странно почему, каждый раз Так, и сейчас попробуем на светлячке Может светлячок будет больше жалить своим этим огненным каким-то какой-то Огненным, не знаю, что это такое Какой-то огонь, короче Какая-то огонь, а, да, наверное огонь, ребят Смотрите, у светлячка за спиной такой же баллон Да, походу Короче, огнемёт какой-то у него, встроенный его хвост Так, давай светлячок, ну А, так, наверное, светлячок боссов не жалит, ребята Да, смотрите На боссов он не нападает Он только именно нас оберегает от пачек этих мелких Ну ладно, да Смотрите, он ни разу в босику не подлетел Хотя мог бы его жалить, да, все время, ну ладно В принципе, смотри, пачки он нормально Вот, одну-вторую всех гасит Нормально, светлячок классно Мне нравится, очень классный дроник В отличие, конечно, от Купи дрона Ну и давайте В завершении этого видео возьмём ещё бомбастика Так Светлячка снимаем Бомбастика взяли И сейчас поправим, посмотрим, как бомбастик будет скидывать свои эти бомбочки Будут ли они вообще особо какое-то иметь значение Так, отключаем Спины Так, всё, ну-ка Давай Бомбастик скидывает свои бомбы Наверное, тоже он Не будет эти бомбочки сбрасывать На самого босса Так, 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 ну-ка Так, вот бомбастик Бомбастик нарисовался А бомбочки А, вот одну скинул бомбочку Ну, видите Он скидывает бомбочку Пока эта бомбочка долетит до земли Пока она попадёт в машинку Машинка, в принципе, может не уехать Так что не очень эффективно получается В отличие от Светлячка Всё Ой-ой-ой-ой-ой-ой Куча-куча бомбочек, ребята Я скинул, но Всё Куда-то улетело Туда-куда не надо Ну что, ребята, я думаю Итак, всё понятно, что Всё-таки Светлячок Самый классный дрон пока На сегодня, не знаю Пишите в комментариях Какой из дроников нравится вам А какие у вас помощники открытые С вами был Никита До скорого Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok